Генеральный директор МГАТЭ Рафаэль Гроси отправляется на Чернобыльскую электростанцию в Украине с группой экспертов для решения проблем, связанных с радиационным фоном после вывода российских войск из этого района в марте. Атомные электростанции в Украине продолжают представлять серьезную угрозу безопасности, особенно для центральной и восточной Европы. Именно поэтому глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гроси вновь отправляется в разрушенную войной страну, и конкретно в Чернобыль. Ситуация на этом зараженном радиации объекте остается сложной в основном из-за поврежденных мостов и работ по разминированию. Украина ранее направила агентству по атомной энергии список необходимого в срочном порядке оборудования. Он касается, например, оборудования для измерения радиации, защитных костюмов и дизельных генераторов. Эти генераторы уже пришлось использовать в Чернобыле в марте, после того, как во время российской оккупации вышла из строя штатная система энергоснабжения. Однако пока не ясно, удастся ли Гроси и его команде восстановить передачу данных из Чернобыля в штаб-квартиру агентства Вене. Во время своего визита Гроси также планирует лично поблагодарить персонал Чернобыльской АЭС. Им пришлось работать без перерыва в течение нескольких недель в сложнейших условиях. Однако настоящей проблемой остаются 14 действующих ядерных реакторов Украины. И если они будут повреждены в ходе продолжающихся военных действий, последствия будут катастрофическими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова